Барнаульский автовокзал В Барнауле днем ожидается до минус 32, причем ощущаться это будет как ночью. Возможен мороз до минус 40 и даже ниже. Виновником холодов стал устойчивый арктический антициклон, накрывший всю Сибирь. Причем, по данным синоптиков, он сохранит свое влияние в ближайшие пять дней. Местами по краю может быть до 50 градусов ночью. На дорогах местами возможен гололед. Как нам рассказали в региональном МЧС, все службы находятся в режиме повышенной готовности. При необходимости на междугородних трассах будут открыты пункты обогрева для водителей. Но пока обходятся без серьезных происшествий. Спасатели советуют водителям в течение ближайших дней воздержаться от дальних поездок. К десяти годам строгого режима приговорил суд бывшего старшего следователя одного из отделов МВД по Алтайскому краю. Его признали виновным в получении крупной взятки и фальсификации доказательств по уголовному делу. Как установил Следственный комитет по краю, в октябре прошлого года следователь предложил жителю Барнаула за взятку в 20 тысяч долларов не допустить возбуждения уголовного дела. Барнаулец сообщил об этом правоохранителям. При получении аванса в 10 тысяч долларов преступник был задержан. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что ранее следователь, чтобы обвинить невиновного человека, подделывал доказательства уголовного дела. В итоге суд приговорил обвиняемого к десяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить крупный штраф. Также суд лишил его звания подполковника юстиции. Сотни студентов, несмотря на мороз, сегодня отправились в 19 районов края. На Алтае стартовала патриотическая зимняя акция «Снежный десант». Будущие 10 дней волонтеры в круглосуточном режиме будут помогать жителям. Утром студенты будут отвечать на вопросы школьников о вузах и проводить специальные бесплатные юридические консультации. В обед чистить снег и колоть дрова для пожилых и ветеранов. А вечером давать концерты, которые поставили сами студенты. При этом каждый день акции ее участники проводят в новом населенном пункте района. Куда, кстати, они добираются на лыжах. Морозы, которые пришли на Алтай, «Снежный десант» не пугают. Минус 40 это как плюс 20, наверное. А почему не холодно? Ну, потому что отряд, вся вот эта деятельность, то, что мы делаем, это все согревает. Согревает руки, ноги, согревает душу. Все части тела. Напомним, что «Снежный десант» зародился именно в Алтайском крае. В этом году он отмечает 50-летие. Эта уникальная акция стала настолько популярна, что опыт переняли в десятках регионов страны. Репортаж об отправке волонтеров смотрите в нашем вечернем выпуске. Сегодня в Бурнауле стартовали соревнования по художественной гимнастике на Кубок губернатора Алтайского края. На открытии, которое прошло несколько минут назад, собралось около 700 спортсменок. Несмотря на то, что соревнования краевые, в них принимают участие юные гимнастки из 22 городов России. Также в Бурнаул приехали сборные Канады, Казахстана и Узбекистана. Участникам не больше 12 лет, но среди них уже есть мастера спорта. Жюри будет оценивать групповые и индивидуальные выступления. Соревноваться продлятся три дня. За ними наблюдают более полутора тысяч зрителей на трибунах. В Бурнауле начали строить второй дом в Димитровских горках. Это жилой комплекс от застройщика «Жилищная инициатива». В новом объекте повторят комфортные квартиры и продуманную инфраструктуру, которую уже оценили барнаульцы. Свободных квартир в первом доме Димитровских горок нет. Настолько горожанам понравились современные решения застройщика. Автостоянка подземная, попасть в нее можно, не выходя из дома. Теплоотражающее покрытие на окнах, горизонтальная разводка отопления. С ней рассчитывать расход тепла жильцы будут поквартирно. Специалисты креативно подошли к дизайну холлов и общих коридоров, а входные группы подъездов оснастили светопрозрачными конструкциями. Разработчики Димитровских горок постарались сделать эффективным дом и снаружи. На фасадах есть специальные карманы для кондиционеров. А крыши многоэтажки от жилищной инициативы, в отличие от других застройщиков, можно использовать для отдыха. Суммировав плюсы объекта, барнаулиц Дмитрий Мавлютов покупает в Димитровских горках новую недвижимость. Когда приобретал квартиру, все понравилось. Застройщик надежный, жизнь в микрорайоне комфортная. Поэтому, узнав, что сейчас начинается продажа на Димитровских горках 2, решили приобрести коммерческую недвижимость. Он подчеркнул, что в свое время выбрал жилищную инициативу из-за инфраструктуры. Детский сад, школа, гараж – все в шаговой доступности. Присоединяйтесь к живущим с комфортом и вы. С предложением застройщика можно ознакомиться в офисе компании на улице Крупской, 86. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. 1 февраля в крае переменная облачность, без осадков, до 30 градусов мороза ожидается в Заринске и Камни-Наби, 28, ниже 0, в Славгороде и Алейске, в Рубцовске, минус 23, в Барнауле без осадков, температура днем до 30 морозов. А я напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440, полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи.